Здесь, значит, есть определенные, скажем так, нюансы. Почему я не могу? Правая кнопка, ага, есть. Ну, давайте поменяем. Вот, наверх, да. Вот, как-то для глаз получше. Так, еще что мы можем сделать? Вот, что мы можем сделать. И сделать ее немножечко. Пошире, да. Так. Коль уж в настройках, побежим сразу вот сюда. Вы этот ноутбук часто куда-нибудь уносите? Или у вас он, как говорится, постоянно в розетку включен? Он у меня постоянно включен, но я здесь отключаю никогда. Вот я вам поставил никогда. И снимаю блокировку. И теперь еще пойдем, настроим еще здесь питание. Для батареи я оставляю 10 минут, а от сети делаю тоже. Никогда. Так, теперь дальше. Русско-английское есть. Тут все нормально. Что еще? Ну, да, вот можно информацию посмотреть. Что, значит, мы сделаем? Первое. Значит, сейчас я скопирую просто на поставок свой блок. Вот таким вот образом. И вот отсюда мы сразу побежим ко мне на кладовочку. Качаю вот этот файлик. И качаю вот этот конфигурационный файлик. То есть уже тут со всеми настроечками, как пользоваться, покажу. И качаю файлик, чтобы через терминал поставить программу и вначале 3. Устанавливать лучше через терминал или... Через терминал нормальный. Он тогда и репозиторий цепляет хорошо. Так, ну и чего тут сидишь? Давай, вот. Так. И вот этот файлик маленький. Качнем. Есть такое дело. Теперь, значит, свернем. Значит, ну что. Значит, первым делом. Значит, вот у нас в загрузках имеется команда для терминала для установки программы Cherry3. Поэтому я сейчас пока вот эту папочку сверну. Откроем терминальчик. Вот. Скотируем первую команду. Команда принимается словом суда, правильно? Каждое новое слово суда это отдельная команда. Это для... Линуксов для Ubuntu, для Debian, для Mint, Zorin. Там, по-моему, еще экземпляры. Что-то есть такое. Ну вот. Заводите свою там девяточку. Нажимаете Enter. Это как руть права получается дает. Да. Enter нажмите. И теперь таким же образом перетаскиваете следующую команду. Суда от GetUpdate. Да-ка зачем копировать? Просто надо было встать и... А, просто перетащить ее? Ну, конечно. Ну, мы бы уже поставили чего уж там. Ну, в следующий раз он. Выделите по любому месту выделенной области. Кликните левой кнопкой мышки. И не отпуская ее, перетащите в терминал. Там еще раз левой кнопкой мышки кликните и нажмете Enter. Вот и все. Гораздо удобнее. Просто меньше времени занимает. Так. И теперь не забудьте в терминале кликнуть левой кнопкой мышки. Да. Нажимаете Enter теперь. Ест, да? Да-да-да. А вот последняя команда, она только для CINAMON. То есть на других Linux она не работает. То есть это какие-то рекомендации, которые не дополнительные... Да-да-да. И она, как правило, там находит еще парочку пакетов, которые мы доустановим. А пока сейчас пускай все это дело она делает. С одной стороны, кажется, что заморочено немного, когда на Windows превыше. Там экзистный файл нажал и... Ну да. Ну... Понимаете, вот до вишенки... О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. выделить так левая кнопка и перетащить да вот да да вот выделить apt install indicator application выделить вот теперь копируете тут по моему перетаскивание не получится хотя правда не пробовал даже Enter нажимаете то есть это он доустанавливает оставшиеся пакеты да там индикатор какой-то там значит вот сделано дело теперь значит что мы сделаем в загрузках я перемещу файли команды и видео перемещу-ка я вам его вот сюда это будет лучше вот а теперь смотрите значит вот здесь вот вот она уже красавица сидит да вот мы ее запускаем и теперь недолго думая идем в каталог настроек вот он где находится а почему еще и настроек как таковых нет да так очень даже хорошо мы сейчас вот тогда возьмем и закроем откроем еще одну копию нашего дружка зайдем в загрузки и вот конфигурационный файлик там и ага вот он уже вот нахалы нет вот теперь голубушка вали отсюда а вот файлик нужный конфигурационный мы вот сюда перенесем вот со всеми моими настройками чтобы уже там минимум было работы вот таким вот образом теперь значит что мы сделаем документы команду и видео вот у вас все теперь скажем так под рукой значит ну здесь вот написано команды значит для терминала установка программ значит ну черри поставили значит благо дело перетаскивать теперь умеете сейчас сделаю чуть поменьше нет нет я хочу вот так вот так вот так это систембан да вот берите вот так вот тащите нажимаете и ставьте систембан enter кликните в окошке да enter девяточка видите что пишет enter нажмите enter так следующую команду в линуксе значит есть по крайней мере я знаю я знаю три типа для цена монопрограмм это вот давайте третью команду установка систембака то есть первая команда была сюда добавить репозиторию репозиторию добавили сюда get update это значит он обновляет там список репозиторий и так далее и после этого значит он устанавливает программу а теперь последнее это рекомендованное обновление это уже это уже только для ценамона рекомендованные пакеты если он сочтет нужным если они есть если они нужны если не нужны то он выдает сообщение что нет необходимости ну оказалось что есть ну вот выделяйте их не знаю удастся вам их перетянуть так же как из вишенки вряд ли но лучше сделать да по проверенному да yes задумывается ну да нет Юра понимаете ну скажем так я бы не сказал что он там долго думает нормально как обычная программа на винде есть программы которые по 20 по 30 минут ставятся огромнейшие да это это нормально считается да да а тут кстати LibreOffice ставится на этот самый на ценамон вообще в лед так теперь значит что мы сделаем значит вот посмотрите очень часто хорошо сначала давайте вот с чем разберемся давайте разберемся значит с настройками систембака сразу чтобы как говорится не откладывать наберем здесь такое словечко обычно достаточно первых там трех букв синаптик и пока этот менеджер пакетов я пока тоже добавлю на панельку вот в отличие ну девяточку наберите там да значит в отличие вот от этого стандартного значит менеджера пакетов тут в графическом виде много чего там это самые картинки этот довольно-таки скажем так аскетичный но нам важно вот не сам систембак а вот такая вот переходная программка да и вот она ставит вот такую версию и из-за этой версии значит систембак не работает а мы идем сюда теперь и указываем версию и указываем версию не 340.2 а 1.340 а то есть мы уже назначили такую версию да назначили мало того что назначили мы еще взяли ее и заблокировали чтобы как говорится дуракам чтобы было неповадно вот все остальное нормально и теперь значит поменять русский язык на английский иначе будет давать с кракозябрами здесь печатаем сис и вот уже систембак у нас как говорится тут как тут а тоже пока на панельку добавим его вот на русском языке значит да это сразу я уже сто процентов даю что будет значит это самое кракозябристое меню и поэтому сразу идем вот на английский язык на общий а здесь создавать образ изо если будет делать чтобы он автоматом это делал вот практически и все теперь значит закрываем и перезапускаем смотрим появился английский язык или нет все на английском языке в принципе этого достаточно конечно Продолжение следует...